Всем привет, мои хорошие! Сегодня последний день масленицы. Я решила приготовить себе блины. Естественно, мой муж это не будет кушать. Посмотрите, какие они у меня высли! Неказистые! Знаете что? Я сама виновата. Вышла 10 штук с порцией. Буду я их есть сама. Ашкому я пожарила гренки. 10 штук вышли. Вот такие. Я приготовила их по рецепту одному. С кипятка. Представляете, в тесто надо кипяток. Может что-то я не то сделала. Может много муки сделала. Но я не понимаю в чем дело. Смотрела этот рецепт на ютубе. И, наверное, что-то упустила. Ну, ничего. Сейчас я вместе с чаем, с малиновым вареньем. Для меня это будет супер. Потому что я себя не балую такими вещами для себя. Маслицем помазала. Вы знаете, какую сметану я пользуюсь в Турции? Вот. Сюзме йогурт. Напоминает точно нашу сметану. Сейчас вот это я доем чуть-чуть. В общем, вот такие блины. И у меня выяснились страшненькие. Но такие будут, наверное, вкусненькие. А мне все вкусно. Я не капризна в еде. Так что, мои хорошие, приятного мне аппетита. И с последним днем масленицы. Некоторые подписчики, знаете, что говорят? Светлана, чем вы сегодня кормите своего ашкэма? Ну, вот сегодня на ужин я ему решила приготовить соус. Он любит такое. Тут фарш и внутри. И рис. И еще добавила пряности. Вот сейчас вот оно у меня готово. Заранее сварила картошку. И сейчас я это опущу, помешаю. Такой, как соус вышел. Ашкэм любит такое. Вот, мои хорошие. Вот такой вышел соус. Ашкэм мой пришел с базара. Посмотрите. Мой Ашкэм. Ашкэм. Как раз я хотела сказать тебе бананы. Если хочу. Дай мне кастыдым. Ашкэм. Бен истерым мусс. Я занимаюсь генеральной уборкой. Вот помыла окна. Здесь рамы. В зале тоже сегодня. Короче, занимаюсь уборочкой. Посмотрите, мои хорошие. Покажу вам. Теперь тут цветочками занималась. Короче, вот так у меня стекла все блестят. Знаете, что мне моя подружка Наталья подарила такую тряпку? Это вообще бесподобно. Я без моющих средств. Я только этой тряпкой вытираю. И оно само все сушится. Вот так вот занавесочки постирала. Все, значит, перестирала. Везде все убрала. Пыль вытерла. Везде все. У меня сейчас одна комната готова. Даже стены помыла в некоторых местах. Вообще, вот такие вот тела мои хорошие. Занимаюсь телами. Весна пришла. А сейчас покажу мои цветочки. Значит, вот мои цветочки. Смотрите, этот рассол. Вот я же по землю эти семена опустила. И они что-то потом похолодало. Я думала, погибли. А ну нет, посмотрите, какие холеси у меня будут скоро вообще. И тут уже какие красивые. Знаете, вот эти вот, что вы сейчас увидите черные. Вот это вот очень красивые. Он будет вообще бесподобный. Вот этот вот цветок мне новый дала моя Анемчик. Так, и вот это вот, кажется, мородика вышла. Вот это все гвоздички. Посмотрите, красные гвоздички. Я сразу же, как пришла, посадила. И тут, мне кажется, посмотрите, вот появился. Так это долго все стояло на одном месте. Но уже есть что-то. Вот эту розу Ашкен принес. Мы ее на несколько частей порезали. Вот некоторая стоит там. Значит, что еще у меня здесь? Ну, здесь я не знаю, по-моему, пока ничего нет. Но будет, я уверена. Так, давайте перейдем к этой стороне. Значит, многие спрашивают, как у нас положение. Да, значит, потом продолжу. Вот, посмотрите, посмотрите. Результаты пошли. Скоро у Светланы будет бахчат, то есть сад цветочный. Тут пока все тихо. Хотя вот-вот-вот, по-моему, вот этот, вот-вот-вот, вот-вот-вот, вот здесь вот уже что-то, что-то. И вот здесь вот. В общем, мои хорошие. Будет у меня все красиво. Будет все очень красиво. Так, ну вот, занимаюсь уборочкой. Завтра буду кухню в шкафы мыть здесь. Сейчас такой бардак, потому что Ашкин принес базар. И вот посмотрим, что он купил. Посмотрите. Вот все средства закончились. Аферинашкин, молодец ты. Как раз у нас все позаканчивалось. И бананы купилашкин. И грейпфрукты мы с ним пьем постоянно. И яблоки такие. У нас много чего было. И хлеба что-то взял. Так, помидорчики. Друзья мои, сейчас я вместе с вами, посмотрите, уже готовый соус. Уже соус готовый у меня. Да, боюсь даже. Ой, ой, какой вкусный. Посмотрите, какой вкусный. В общем, Ашкин ест такие вещи. Остальное и у меня еще. Вот. Еще вот такой соус я сделала Ашкину. А сейчас вместе с вами буду готовить красную капусту. Вот я уже нарезала и поверну. Сейчас ей покажу себя. Так, еще раз всем привет-привет. Ну что, будем готовить капусту? Значит, какая капусту? Вы сами заметили, что она сиреневая у нас. Сиреневая. Будем сейчас готовить капусточку. Сегодня, мои хорошие, я наработалась очень много. После зумбы наработалась. Ну, знаете, какая была зумба у нас? Так как у нас траур, столько человек, 100 человек молодых погибло, то у нас без музыки. Мы перешли сегодня, делали на пилатес. Занимались очень хорошие упражнения. Мне так понравилось. Вот это вот. Я, мне кажется, может быть, перейду к ней в будущем. Потому что пилатес, там больше у меня нагрузок. Там все такие молодые женщины. И больше занимаемся. Так вот, я после пилатеса вообще не села. Поубирала все здесь. Вот сегодня с этой стороны. Кейтуша моя уехала. Я все вчера стирала, стирала, стирала. У меня не заканчивается стирка. И только машинка стирает, я вешаю. Так, что хотела сказать. Убрала все так, попылесосила, полы проектировала. Сегодня вот генеральную делала в зале. Завтра перейду на спальню. И так постепенно. Ну, в принципе, у меня все чисто. Под всеми кроватями я все помыла. Все. Только окна и занавески. Вот такие вот дела, мои хорошие. Ну, что насчет положения, вот спрашивают. У нас все спокойно. Вот вчера просто, когда мы провожали Кейтушу, хоронили вот этих ребят, трое из Мерсина. Ой, мы ехали в автобусе. Столько сигналили машины. Это кортеж был. Там проехали мимо кладбища. Там тоже, значит, у них все ждали. Как раз погода была тоже плохая, опасная. Ну, жалко погибли вот так вот такие молодые ребята. Ну, не будем о грустном. Царство им небесное. По земля будет пухом. Ну, а мы, мои хорошие, перейдем. Да, еще насчет коронавируса. Ну, в Турции нету. Все спокойно, тихо. Ну, перейдем к делу. Так, значит, вот такая капуста у меня выйдет. Посмотрите. Вот такая. Видите, она у меня закончилась. Вот видите, что я сделала? Разбила. Вот так вот показывала вам и раздевала. Что мне для этого понадобится? Что мне для этого понадобится? Самое главное мне понадобится вот такой уксус белый. По 2 литра купили, чтобы мне хватило. Вот такая капуста. Я ее нашинковала. В общем, все у меня упрощено и без каких-либо этих. Вот такой вот штучкой. Чик-чик-чик-чик. Все. И вот такая вот она получится. Ну, вот эту можно доесть, а выставим свеженькую. Так, что значит нужно? Нужно посолить ее. И я ее чуть-чуть помою. И после того, как мы добавим уксус, она на глазах начнет менять цвет. Такая красная. А я раньше думала, что это настоящая такая капуста белокочанная. А это вот другая капуста. Очень практично. И с тантуни, когда кушаешь, тоже классно выходит. В общем, вот такие дела. Какие еще новости. Какие новости у меня. Вот кетри уехала. Грустно все это было, моя кетуша. Ой, отправила я огромную сумку. Наверное, 50 килограмм подарков моим внукам, детям, сыну. Сыну телефон я отправила. В общем, у меня сейчас новый телефон наш кэмэ купил. А я свой. Но мне тоже новый. Два года ему. Я отправила моему сыночку. Ну, все мы ему почистили, все сделали. В общем, он такой счастливый. У него как раз испортился. Ну, мама думала, как и что. Сладости аж кэм внукам послал. То я там вещи, там, то маме, то это. В общем, несколько дней ходила по магазинам. Вот сейчас вот знаете, что смотрю, просматриваю ваши видео. Потому что некоторые обижаются, что я не захожу. Я вообще в YouTube не захожу в эти дни. Я такая загруженная. То за покупками, то провожали, то уборку надо сейчас сделать. Я в YouTube захожу только ночью и отвечаю на комментарии. Я надеюсь, я исправлюсь. Потому что целый день у меня телефон звонят по бизнесу. Спасибо Богу, что есть работа, как говорится. Без работы никак. Ну, вот, мои хорошие. Сейчас я вам покажу, как это и что будет выглядеть. Сейчас я руки помою. Перчатки надо, потому что, мои хорошие, сразу изменится цвет. Ну, в принципе, я сейчас могу одну убрать, чтобы телефоном показать вам и снять. Сейчас я вам переключу. Так, продолжаем. Вот смотрите, какого цвета капуста. Сейчас я на глаз залью уксус. На глаз. На глаз. Надо еще добавить. Вот так помешаю. Все, помешаю и оставила. Посмотрите, она сейчас превратится в какой цвет. Красивый цвет, правда же? И на светлом. Вот. И она превратится в вот такой вот станет цвет. И все, капуста готова. Попробовать надо на соль. Даже, в принципе, соль можно добавить. Перец не добавляю, потому что так слишком сказал, не добавляй горечь. Не любит он. Я отдельно себе добавляю. Так, сейчас попробую. Нормально все. Посмотрите, видите, на глазах меняет цвет. В общем, больше уксуса не нужно. Уксус обалденно вкусный. Так что, ну вот, друзья мои, делайте такой рецепт. Ужин готов. Соус с тефтелями. Вот такой я сделала салат красивый. Использовала вот эту капусту красную, что было у меня. Вот у меня цветная капуста. Деленый перец стручковый. Мору чуть-чуть-то это белое. Лук, помидор, лимон и оливковое масло. А также у меня плов из булгура с овощами. Здесь лук и болгарский перец. А также вот хочу показать, видите, какой цвет стала капусточка. А также покажу вам зелень, которую мы очень кушаем. И вот это какая-то новая трава. Ашкэмк принес, знаете, очень вкусная. Такая кислинка, очень вкусная. Ну что, приятного аппетита нам. И вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.